Всем привет, ребята, с вами снова Хик И в сегодняшнем видеоролике мы с вами будем Играть в GTA San Andreas Но весьма не в обычном Нашем привычном виде Вид от третьего лица, GTA San Andreas Мне кажется, большинство именно геймеров Запомнилась игра именно вот видом от третьего лица То, что мы видим в своих персонажах Мы видим, что у него в руках То есть необычный сам по себе формат Видеоигр, вид третьего лица Таких игр в последнее время Ну как бы дохренища уже Но в то время, когда вышла GTA San Andreas Таких игр было крайне мало И это очень всем нравилось Но что если сейчас Мы немножечко изменим Этот привычный нам всем приятный вид Комфортный И устроим немножечко GTA 3 Вернемся в ту самую эпоху, когда Rockstar только-только хотели Вводить эту самую Игру Grand Theft Auto И вид был у них, ребята Вот такой вот Непривычненько Не правда ли? Хей, йоу, ребята Если кто-то из вас играет в GTA San Andreas Multiplayer Заходите и играйте со мной На Arizona Red Rock Все ссылочки и API адрес сервера Находятся в описании Также введите мой ник Передегистрации DannyHicks Получайте 300 тысяч А как только добьетесь 5-го левела Введите мой промокод HickFam И получайте уже 600 тысяч на свой аккаунт По итогу у вас получается Уже будет 900 тысяч Стартового капитала На развитие вашего персонажа На данном проекте Все есть в описании Проходим, реагаемся И играем вместе Ну что ж, парочку слов О самой модификации Это GTA San Andreas Вид сверху То есть мод Который позволяет Добавляет нам еще один вид Вид сверху И вроде бы как Все достаточно играбельно Но есть несколько, конечно же, минусов И первый минус Это, наверное, в том Что если мы Допустим, вот Ходим под мостом А, сейчас вот Видите Ходим под мостом И камера как бы не следует За CJM Она пролетает сквозь мост Таких недоработок дофига Мод требует Блин, дофига Каких доработок Но мне просто стало интересно Каков геймплей будет Если вот все будет Вот именно Вот так вот Классика, да? Бессмертная классика Игр от Rockstar Games Именно самые первые Задатки вообще У гонщика автомобилей Да, еще есть такая хрень То, что когда мы едем на машине Если не дергать мышку То вот она Автоматически Камера становится Вот такой вот Если я все-таки Буду вмешиваться И подправлять эту камеру Вот как бы вниз ее уводить То все вроде бы нормально То есть Если активно держать камеру В таком положении То вид сверху Как бы он И присваивается Вроде бы как Все необычненько, да? Но ты нихрена не видишь Что находится впереди И в этом-то и прикол То, что в GTA 3 Можно сделать вид Вид сверху И в последующих Тоже предыдущих Точнее В сериях GTA Тоже можно было так сделать Но камера при этом Отдалялась вверх Чтобы можно было наблюдать Что происходит Впереди автомобиля Здесь же в этой модификации Такой функции нет И можно полагаться Лишь вот на это вот Наверное И вот Наверное Сам разработчик модификации Подозревает собой Что вот именно так Человек и будет Управлять Ну это тупо И пожалуй Классно было бы Если Как-то камера Просто отдалялась И было бы все суперски Very well Но, увы Есть что есть Еще одна особенность Такая Смотрите Благо Стрелять в принципе В игре Возможно И это никак не мешает Сверху Никак не мешает Вам Допустим Убить вот этого Велосипедиста Хотя он наверное уедет Но просто Прицеливаемся И вот так вот Видите Мы попадаем Хотя CJ в это время Целится Вообще По-моему Не туда То есть Не прямо Но вот видите Это Вот на этом Автордек поработала Вот на том Чтобы адекватно Настроить камеру При поездке Почему-то нет Но стрелять Блин Слава богу Что можно То есть Вести активный Так сказать Беспредел С этой модификацией Можно Вот такой вот Вид сверху Ну давайте Пройдем с вами Паручку миссий Для ознакомления Вообще С чем Придется столкнуться Если вдруг Подобное проходить Что пацаны Наберем 3000 лайков И я прохожу Это на стриме Оу щит Окей Ну я просто По стандарту Решил пройти миссию С поездом Мне кажется Она всем нравится Почему бы и нет Чисто по ощущениям Ребята По знаниям карты Ну благо Радар есть Все есть Мне кажется Это не особо И сложно будет Наверное Давайте попробуем Кстати это Быстренько Пройти Как мы это делаем На спидруанах Блин Ну вот так Вот как-то надо Смотреть Видите Ну тачку не видно В чем прикол Я не понимаю Именно вот этой камеры Ой-ой-ой Ну вот так В целом Ну я почти стараюсь Да Сюджей просто у меня завис Я не знаю Сколько там А сейчас мы упадем Ой Главное что не воду Ладно Мы в принципе сможем Еще догнать Ну вот Представляете Да Как надо проходить Эти миссии Вот так вот Но это уже Как-то я не считаю Что это вид От Вид сверху Хочу все сказать Вид от третьего лица Почему-то А вот так вот Если А Отлично Они придумали Много ты не видишь Вот с таким вот видом Не видишь Что у тебя впереди Как вообще ориентироваться На дороге А вы все-таки Понимаете Что Катаса Андрес Это Это та игра Где нужно много ездить По дорогам Ну вот так вот Без проблем Мы выполняем эту миссию Вот Кстати Касцены вот так вот Выглядит Тоже Что за приколы Просто вид сверху Ну Так оно и есть Миссия выполнена Уважение Ну Нужно дорабатывать Нужно дорабатывать Го Еще пройдем Какую-нибудь Экшовую миссию Ну ребята Я думаю Вы уже понимаете Что это за миссия Black Project Я думаю Экшовей миссии Сандрески нет А интересно Слушайте А как будет Это Если я прицелюсь Да ладно Неужели он так убьет Да ну Просто тут забор Я не хочу Понятное дело Что он его не убьет Ладно в принципе С прицелом То вообще никаких проблем нету Карл целится Все прекрасно И вот так вот Мы должны ориентироваться Да Ну то есть Вы понимаете Да О чем я говорил И как вот мне Что серьезно Да ладно Вот такой вот Ребята Мод Очень интересно Я нахожусь В подземелье Грубо говоря Но Из-за того что Автор мода Постарался Реализовать стрельбу При таком положении Дел Ага Ну все Я застрял Блин Что делать Ну в принципе Сами наблюдали Весь кошмар Проходящий на миссии Black Project Экшен Это в принципе Можно устроить Оружием Можно Напользоваться Но вот Когда речь идет О каких-то интерьерах О каких-то вот Подземных штуках Дрюках Экстерерах Так называемых Карл Джонсон К сожалению Ну и сама вот эта вот Камера Вид сверху Она не позволяет нам Адекватно там Ориентироваться В общем без понятия Как в это играть Но мне еще стало интересно Допустим миссия С самолетами Да То есть это миссия новая Там где нужно соблюдать Определенную высоту И вот неужели Все полеты Как проходить Летную школу Я не знаю Но в принципе знаю Вот видите Смотрите Вот интересность И прикол в том Что вот Такая вот Камера начинает Вот своей жизнью жить Ну как бы Вроде бы Или тем А вроде бы Вообще хрен его Поймешь что происходит Даже если как-то Камеру вот так вот Ой я уже видите Колесо себе повредил Колесо Ну Не не Это практически невозможно Практически невозможно Ребята Играть Летать Летать Невозможно Играть то в принципе Можно Если вы Акцентируете свою игру Исключительно На перемещениях По городу На автомобилях На мотоциклах И устраивание Хаоса Просто вот На просторах Всего Всей этой игры Но летать Заходить Не знаю Давайте зайдем в бинка Что будет Ну интерьер же Просто интересно Даже посмотреть Как это будет В интерьере Все это выглядеть Вот так вот Вот так вот И почему-то Камера ниже Не делается Не позволяет Мне как ориентироваться Куда идти В общем Непонятно Непонятно Ребятушки Что делать Что делать Ну что Ребята Думаю Можно подвести Итоги Касаемые Данные модификации Вид сверху Максимально Уже устарел Для серии Grand Theft Auto Это точно Благо Мы это проверили В GTA San Andreas Не знаю Что касаемо Других частей Но думаю Там так же Дискомфортно Ощущается Данный вид Ладно В первых частях В GTA 3 Это все еще Было только В задатках Да Это все еще Планировали Это была Идея игры Но сейчас Когда Вид третьего лица Позволяет нам Осматривать Что находится Перед собой Сзади Слева Справа Да и вообще Мы видим Самого персонажа То как он выглядит Это конечно Совершенно другой уровень Нежели Мы посмотрели На CG С высока А я надеюсь Вам понравился Видеоролик Такого Экспериментативного формата Необычный вид Не то К чему мы Так сильно С вами привыкли И действительно Это лучшее Что могло Происходить С нашей Любимой Серией Игр Ребята Вид третьего лица Делает ее Настолько крутой Насколько она И является Крутизной Не знаю Вряд ли бы В нее Играло много людей Если бы Вид был Сверху А так Darkstar сделали Огромный шаг И это хорошо Так что Если вам понравился Видеоролик Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Ставьте комментарии Тоже Как и лайки С вами был Хик Услышимся с вами В следующем видеоролике Субтитры сделал DimaTorzok